Отправляют на пожизненное. В Пермском краевом суде вынесли приговор в отношении жителя Граннозаводского района, расстрелявшего из ружья бывшую жену и ее близких. Напомним, летом прошлого года отец, мать и дочь отдыхали на реке Койва. К ним присоединилась родственница, директор местной школы. Позже на место приехал бывший муж этой женщины и попросил вернуться. Услышав отказ, он устроил расправу. В результате трое погибли, а девочка получила ранение. Репортаж Елена Яговцева. На поляне лежало три труба. У одной женщины была рана лица, у другой ранение грудной клетки, у мужчины ранение шеи. Судья озвучивает все подробности той страшной расправы. Кровавой бойне на лесной поляне выжила лишь 11-летняя школьница. Девочка получила ранение в руку. Отца, мать и тетю расстреляли на ее глазах, несмотря на ее мольбы о пощаде. Это обстоятельство отчасти послужило причиной квалифицировать преступление, как убийство трех человек, совершенное с особой жестокостью. Дочь прижималась к маме, когда подсудимый стрелял в упор. Затем лишил жизни ее отца и пытавшуюся скрыться в лесу тетю. Окончательно назначить Шенкевичу Сергею Геннадьевичу пожизненное лишение свободы. Отбывание пожизненного лишения свободы назначить в исправительной колонии особого режима. По материалам уголовного дела подсудимый, бывший муж убитого директора местной школы, после развода постоянно преследовал свою бывшую. Был одержим идеей снова создать с ней семью. Но женщина не давала ему никакого шанса. Ревность, споры из-за раздела общего когда-то имущества и воспитания сына постоянно выливались в конфликты. Последней каплей стали оскорбления, нанесенные жертвами. Подсудимый искренне изумился. Почему такой жесткий приговор? Ведь он якобы так натерпелся от своей экс-жены. Просто это было в такой агонии произошло. Это было как-то вот так, все быстро-быстро и все. Я только потом учухался. Я не отрекаюсь, что я убил, да, я все, я все, что сделать. Так вот получилось. Так, видимо, судьба решила за меня. Не заслуживая такого сурового наказания, понятно, что мы в дальнейшем будем обжаловать в дальнейшей апелляционной конституционной станции. И добиваться справедливого приговора. Потерпевшими по делу признали пять человек. Это дети погибших, рожденные в разных браках. Двое из них несовершеннолетние. Суд назначил каждому компенсацию морального вреда на общую сумму в 13 миллионов 600 тысяч рублей. Елена Иговцева, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей. Пять лет лишения свободы. Именно на таком наказании для бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова настаивает гособвинение. Напомним, неприятный инцидент случился в июле прошлого года. У народного избранника произошел конфликт с сотрудниками ГИБДД. О том, что нетрезвый водитель находится за рулем дорогой иномарки, в ГИБДД сообщил таксист. Сотрудники ДПС отправились на место и обнаружили Алексея Бурнашова. Стали беседовать. Началась словесная перепалка. Но ей дело не ограничилось, сообщает ТАСС. В ходе заседания суда по этому делу стало известно, что в ходе конфликта с сотрудниками ГИБДД Бурнашов ударил полицейского по шее и пытался выкусить его за ухо. Об этом в суде заявил гособвинитель. Защита заявила, что Алексей Бурнашов опасности для общества не представляет и предлагает назначить условное наказание. Между тем, прокурор назвал алкогольное опьянение Бурнашова в день инцидента отягчающим обстоятельством и попросил для него пять лет колонии общего режима, а также штраф в 30 тысяч рублей. Ожидается, что приговор вынесут 11 мая. Андрей Григорьев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Большая вода близко. Из-за сильных дождей и интенсивного таяния снега в некоторых районах Прикамьи наблюдается резкий рост уровня воды в реках. Серьезное ухудшение ситуации в ближайшие дни прогнозирует региональное управление МЧС. Ожидается пики половодия с наложением дождевого паводка в Кудымкорском, риски ухудшения гидрологической обстановки в городе Кудымкорь, деревне Мальцево и деревне Першино. И Александрском риски для поселка Яйва в муниципальных округах, в Чусовском для города Чусовой и городском округе, в Карагайском муниципальном округе продолжится подъем уровня воды в реке Язьва, Овы и Нервы, что также создает гидрологические риски для населенных пунктов, расположенных в поймах указанных рек. Ухудшение гидрологической обстановки в период половодия в этом году, вероятно, в Соликамском, Березнякомском городских округах и Гаинском муниципальном округе добавили в МЧС. Напомним, потопление придомовых территорий и жилых домов уже произошло в Александровске и поселке Яйва. В Кудымкорье же из-за подъема воды в реке Иньва уже ввели режим повышенной готовности. Подтоплены дворовые территории в 12 домах. Вода зашла в огороды, ничего не будет страшного. В Иньвинском районе вода уже пошла на минус. Ожидаем стабилизацию ситуации. Сейчас у нас три группы ходят в Нахаловке, в переулках Спортивный и Радищево. Чтобы люди не паниковали, топить не будет. По данным гисцентра ПГНУ, пик половодия придется на 30 апреля. В регионе сейчас ведется круглосуточный мониторинг на временных постах. Силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к немедленному реагированию. Дмитрий Гаврилов, Кирилл Андреев, телевизионная служба новостей. Поддали жару. Пермские тепловики сообщают, что отопительный сезон продолжается. Это связано с погодными условиями. Для отключения теплоснабжения среднесуточная температура воздуха должна быть на уровне плюс 8 градусов на протяжении 5 суток подряд. Пока же она плавает от минус 2 до плюс 15. Поэтому для создания комфортных условий в жилых помещениях подача тепла необходима. При этом некоторые горожане жалуются на то, что в квартирах слишком жарко. На данный момент теплоисточники работают на минимальных параметрах в соответствии с температурным графиком, который утвержден в схеме теплоснабжения Перми. В ряде жилых домов наблюдается перетоп, для устранения которого необходимо заниматься внутренней регулировкой системы отопления. За это отвечают жилищные компании УК и ТСЖ. Пароль победа. Идея использовать кодовое слово для вызова скорой помощи ветеранам прозвучала от исполняющего обязанности руководителя регионального Минздрава. По задумке это могло бы ускорить доезд кареты в тех случаях, когда на каком-то мероприятии ухудшилось состояние здоровья приглашенного ветерана. Во время проведения массовых мероприятий все службы скорой медицинской помощи будут, естественно, приведены в механизм повышенной готовности. И в тех ситуациях, где вдруг кто-то из организаторов увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово «победа». Впрочем, в краевом правительстве оперативно отреагировали на высказывания исполняющего обязанности министра здравоохранения о кодовом слове для вызова скорой ветеранами. Никакого изменения регламентов не будет. Ко всем пациентам карета будет приезжать в установленные сроки. В департаменте информационной политики администрации губернатора отметили, что скорая помощь должна приезжать ко всем одинаково быстро, независимо от даты, времени года, статуса человека. И безо всяких паролей. Надеемся, что коллеги из Минздрава именно на эти задачи и нацелены. Напомним, в этом году впервые с начала пандемии будут парад победы на Октябрьской площади и шествие бессмертного полка. Ранее в указ губернатора Пермского края об антикоронавирусных ограничениях были внесены новые изменения, позволяющие проводить согласованные публичные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Медицинские учреждения меняют график работы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Пермского края. В предстоящие нерабочие праздничные и выходные дни ряд организаций скорректирует режим функционирования. Поликлиники отработают в штатном режиме 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7 и 10 мая. А вот 1, 3, 8 и 9 числа принимать пациентов они не будут. Работа стационаров изменений не претерпит. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад. В течение этих дней также будет усилен контроль деятельности службы неотложной и скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи в течение нерабочих дней медучреждениями не прерывается. Кабинеты неотложной медицинской помощи будут принимать пациентов ежедневно с 8.00 до 24.00. Зверинец снова ждет посетителей. Пермский зоопарк получил лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Ранее напомним, из-за требований прокуратуры в учреждению запретили пускать гостей на свою территорию. Теперь по результатам внеплановой выездной проверки зоопарк может вернуться к привычному режиму работы. Небо пока не открывают. Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Они расположены в таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Запрет будет действовать до 1 мая. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы есть информация на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. Обо всех изменениях в расписании работы авиакомпаний есть информация на официальных сайтах аэропортов и перевозчиков. Из Перми напомним, ранее были прямые рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону. С введением ограничений на полеты их пришлось отменить. Флаг, гимн, уроки. В прикамских школах будут активнее использовать государственные символы в образовательном процессе. Все необходимое для этого приобретут за предстоящее лето. Напомним, идею начинать учебный день с гимна высказал бывший министр культуры России Владимир Мединский. Эта инициатива нашла поддержку в федеральном Минпросвещении. Использование госсимболов – это часть работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, заявила министр образования и науки Пермского края Раиса Касина. Новое направление, которое уже получило старт в Пермском крае и станет полномасштабным с 1 сентября этого года – это использование государственных символов Российской Федерации в учебном процессе. Каждый понедельник будет начинаться с поднятия флага и с исполнения гимна. На эти цели нам будет выделено дополнительное финансирование за счет Федерации. Кстати, в ряде регионов России затягивать с этим не стали. Некоторые школы, где есть соответствующие технические возможности, уже провели процедуру поднятия флага под звуки гимна. Право поднять флаг в торжественной обстановке администрация школ, как правило, предоставляла отличникам, ученикам, которые проявили себя в спорте или творческих мероприятиях. Идею с исполнением гимна ранее поддержал и президент России Владимир Путин. Да, это очень правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно, либо пока там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока где-то перенести. Понимаете, да? Чтобы это соответствовало, чтобы сама процедура соответствовала значимости этих символов государства. В Перми завершается комплексная весенняя уборка. По поручению главы города Алексея Демкина, коммунальные службы активизировали работу на объектах уличной дорожной сети. Моют, метут, красят и ремонтируют в эти дни во всех районах. Улица Новогаевинская. Остановка ГСК. Здесь коммунальные службы моют и красят два комплекса. Их уже очистили от объявлений и граффити. Всего в ближайшие дни в Арджиникизовском районе приведут в порядок несколько десятков остановок. Подметут, помоют, покрасят и элементы дорожной сети. С 15 апреля подрядные организации перешли на летний период содержания территорий. Перелечены к работе более 30 единиц дорожной техники. Более 40 дорожных рабочих. Выполняется комплексная уборка по объектам озеленения общего пользования на территории района. Также приступили к ремонту уличной дорожной сети. В этом году будет отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров дорог на территории района, что составляет более 10% от общей площади Роженкидовского района. В Мотовелихе полным ходом идет ямочный ремонт. В ближайший месяц дорожникам необходимо подлатать порядка 50 тысяч квадратных метров дорог. Параллельно коммунальные службы уделяют внимание и придорожным объектам. Разработаны комплексные планы уборки всей дорожной сети. Комплексная уборка сегодня идет в отношении всех конструктивных элементов дороги и элементов благоустройства. Сегодня подрядчик у нас работает специализированной техникой. Одна бригада работает на помывке дороги, бордюров, ограждении и покраске их. Другая бригада занимается ямочным ремонтом. Ежедневно дорожные рабочие и сотрудники коммунальных служб проводят ручной подбор мусора, подметание, помывку и покрасочные работы во всех районах города. Поручение усилить режим в преддверии праздничных дней дал глава Перми Алексей Демкин. По словам жителей, работа заметна. Город активно преображается. Я хожу из дома на работу пешком и вижу, как действительно убирают город. И чистят около дорог, эту грязь сметают, прибирают дорожную часть, прибирают маленькие скверы. И очень приятно идти по такому чистому городу. Место, где восходят балетные звезды. В Перми завершился открытый конкурс молодых артистов «Арабеск». Это один из самых сложных и престижных балетных турниров в мире. Он проводится раз в два года. В нем участвуют юные танцовщики, учащиеся хореографических школ, а также хореографы. Подробности в нашем следующем материале. Конкурс молодых артистов балета «Арабеск» проводится в Перми уже больше 30 лет. Он всегда имел статус открытого. То есть в нем участвуют не только российские танцовщики, но и гости из-за рубежа. В этом году к нам прибыли участники из Греции, Турции, Франции и Японии. В «Арабеске» три тура. Участники показывали номера, созданные в классической и современной хореографии. Из 60 человек на последний третий этап прошли 32 конкурсанта, в том числе артисты Пермского театра оперы и балета и студенты хореографического училища. Как отметила эксперт жюри прессы Виолетта Майнееце, конкурс, особенно его третий тур, показал особенности современного исполнительства, его сильные и слабые стороны. У большинства артистов отличные физические и профессиональные данные, но порой не хватает артистизма и музыкальности, отмечает критик. Главную награду конкурса «Гран-при» в этом году было решено не присуждать никому. За всю историю конкурса мы давали «Гран-при» три раза. «Гран-при» – это не просто очень хороший танцовщик, это выдающаяся творческая личность. Они встречаются нечасто, и каждый раз мы надеемся, что вот у нас будет «Гран-при». Первую премию среди девушек в младшей возрастной группе до 17 лет эксперты жюри отдали Валерии Кузнецовой, которая представляет Пермь. Она же обладатель приза зрительских симпатий. Первую премию среди юношей в младшей возрастной группе не присудили никому. А в старшей группе от 18 лет первая премия среди девушек у Олеси Лазаревой из Москвы. А первую премию среди юношей взял Георгий Яналдиев, артист Пермского театра оперы и балета. По словам Георгия, каждая вариация, которую артист показывает жюри, длится от одной до нескольких минут, и за это время нужно показать все, на что ты способен. Поэтому очень сильно присутствует такое волнение, и пытаемся с этим справляться, но оно есть. Конкурс завершен. И 30 апреля в Пермском театре состоится галоконцерт лауреатов «Арабеско-2022». Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.